Самарские чекисты задержали нелегальных мигрантов. Светили скатушек, самарские лифты стали жертвами похитителей цветмета. Квартирный ответ для молодой птичьей семьи в Самаре подвели итоги конкурса на лучший скворечник. Восемь месяцев колонии общего режима проведут нелегальные мигранты, которых задержали самарские сотрудники ФСБ. Семеро граждан Узбекистана вступили в сговор, чтобы незаконно пересечь российскую границу. Иностранцы нашли сообщников в Казахстане, заплатили им по тысячу долларов с человека, чтобы те помогли им беспрепятственно добраться до Самарской области. Сначала мигранты прибыли в Уральск, затем один из местных жителей свел их с российскими проводниками. Границу нелегалы пересекли на территории Оренбургской области вне установленных пунктов пропуска. Затем они отправились в подъем Михайловку, где и попали в руки сотрудников ФСБ. Всего же с начала года из Самары выдворили 80 нелегальных мигрантов. В Самаре активизировались похитители лифтового оборудования. Сразу в четырех районах города злоумышленники сняли с подъемников катушки. В общей сложности в нерабочем состоянии остались 11 лифтов в домах железнодорожного, ленинского, промышленного и советского районов. Стоимость одной катушки более 7 тысяч рублей. Их похищают охотники за цветным металлом. Заявление о кражах поданных, где нам занимается полиция, на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства руководителям управляющих компаний было поручено поставить в известных жителей. Население, расклеивайте объявления, население надо предупреждать о том, что если какие-то шумы, значит, чтобы сигнализировали сразу полицию. В Самаре вновь орудуют и хвойные вандалы. На второй очереди набережной неизвестной спилили 15-метровую ель, нанеся городу миллионный ущерб. Впрочем, такие случаи мародерства скорее исключение, чем правило. Среди горожан немало тех, кто готов даже за собственный счет высаживать деревья. В чем и убедился Андрей Горгуленко. В масштабе всей набережной, на первый взгляд, потери ели не так существенно. Но ее незаконный спил нанес зеленому фонду города ущерб в 2,5 миллиона рублей. Атаке вандалов подверглась особая ель. Диаметр ее ствола был 30 сантиметров. Ее возраст несколько десятков лет. Ель была старожилом Самарской набережной. Конечно, снос такого возрастного дерева, ценной породы хвойной, тем более в зоне отдыха городской, как набережная, конечно, является пеющим фактом. Потому что таких деревьев достаточно мало в городе. И тем более хвойных пород их необходимо сохранять и беречь. И этот факт, кроме как возмущения, ничего вызывать не может. Это не первый случай хвойного вандализма в Самаре. Осенью неизвестные срезали туи на Южном шоссе. А всего за 16-й год было 22 обращения в департамент городского хозяйства о незаконном спиле деревьев. Я хочу призвать всех народных контролеров, общественников. Если вы видите, такие безобразия творятся на наших улицах, давайте будем их четко пресекать. Но есть в Самаре не только вандалы. Совет жителей в промышленном районе каждый год не только сажает деревья, но и круглый год за ними ухаживает. Саженцы покупают и на свои деньги, и получают в администрации. Ежегодно в микрорайоне появляется несколько десятков новых берез, каштанов и елей. Я думаю, что эту инициативу жителей нужно поддержать не только нашему району, но и всем горожанам, так как это очень улучшает экологию города. Ну и просто красиво и приятно самим. Председатель Наталья Хаткевич надеется, что их пример станет в хорошем смысле заразительным, потому что таких советов активных жителей по поручению губернатора сейчас в городе становится все больше. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Масленца семь дней гуляет. В Самаре начались праздничные народные гуляния. Теперь, как и в поговорке, зиму провожает всю неделю. Администрация города приготовила для самарцев настоящую сказку на площади Куйбышева. Гости ждет масса интересных занятий и даже встреча с Дедом Морозом. Сергей Ромашов побывал на празднике. Масленца пришла! Отворяй ворота! Заходите, проходите, проходите! За воротами у печи Емеля танцевал, да гостей созывал. В миру это студент Алексей Панфилов. Если в сказке Емеля ленив, то Алексей ради улыбок и хорошего настроения самарцев готов на многое. Сегодня пришел развлекать горожан после учебы. Роль сказочного персонажа он примерил на себя впервые. Сижу на печи, спрашиваю детей, какие виды транспортов они знают. Ну и потом провожу к печке, печка загадывает загадки. Самое главное в душе солнце. Зима заканчивается и изнутри начинает греть. Гостей ждут и другие сказочные персонажи на различных площадках. А в усадьбе Деда Мороза с самарцами прощается сам бородатый хозяин зимы и его внучка Снегурочка. Занятий на площади Куйбышева в маслечную неделю много. Народные забавы, мастер-классы, концертные площадки. Свои товары на ярмарке «Город мастеров» представляют около 100 ремесленников. Самарцы уже потянулись на площадь Куйбышева за хорошим настроением. Среди гуляющих есть и иностранцы. Нам отличные, нам очень нравится. Не знаю, мы только вот сейчас пришли, у меня муж из Испании. Вот, приехали, как бы, не знаю, посмотреть культуру русскую. А на всю эту красоту с улыбкой смотрит нарядная маслена. Даже ей приходится соответствовать моде на высоких девушек. Ее рост 21 метр. А прямо за масленой разместился 4-метровый надувной самовар. Такой масштабной масленицы город еще не видел. В прежние годы как-то так получалось, что мы празднули все-таки в один день. Это было воскресенье. Поэтому здесь, на площади Куйбышева, каждый день, начиная с понедельника, с 20-го числа, мы ждем ребят и их родителей на творческую программу «Самарская масленица». В рабочие дни гостей ждут на площади с 4 до 8 вечера, а в выходные и праздничные дни с 12. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю колдовать! Масленицы – праздник не только вкусный, но и волшебный. Здесь нашлось место даже для русских народных сказок. Вот и мы решили присоединиться к этому волшебству. А у самарцев для этого есть еще целая неделя. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События. Встречать весну в новом доме. Такая завидная судьба выпала перна. Там в Самаре подвели итоги конкурса скворечников. Домики для птиц строили ученики всех школ города. Лучшие работы вышли в финал. Кто победил и когда новые скворечники украсят парки и скверы, знает Алина Чемерес. Редко кто может похвастаться таким большим выбором жилплощади. В финале конкурса скворечников – 36 домиков для молодой птичьей семьи. Каждый внимательно рассматривает комиссия. Члены жюри признают – сделать выбор очень сложно. Эстетическое удовольствие огромное, потому что такого разнообразия скворечников мы не видели уже очень давно. Я считаю, что дети и педагоги с родителями вместе потрудились очень хорошо создавать такие шедевры. Творчества в этом году очень много и разнообразнее по сравнению с прошлым годом. Сколько птичьих домиков сделано, всего теперь и не сосчитать. Участие в конкурсе приняли ученики всех самарских школ. Свои работы несли в пункты приема в районах. Оттуда по четыре лучших скворечника отправились на финальный этап. Этот конкурс в Самаре проходит уже в пятый раз. Основные его задачи – совместный труд в семье или в школе и экологическое воспитание ребенка. Учителя в школе, родители дома, перед тем, как сделать скворечник, они рассказывают своему ребенку, что же это такое скворечник и для чего же он делается. Ну и потом, конечно, это совместный труд в семье, потому что мы понимаем все прекрасно, что семилетний ребенок самостоятельно такой скворечник сделать не может. Он делает его вместе со своим или педагогом, или в семье с мамой и папой. Скворец, говорят организаторы, птица привередливая и творческих порывов не понимает. В яркий разукрашенный домик не заселится, насыщенные цвета его отпугивают. Такие скворечники – скорее украшение. Задача комиссии – выбрать лучшие работы в двух номинациях. Пригодный вариант для жилья птиц и приз зрительских симпатий. Знакомьтесь, победители! Этот скворечник получил приз зрительских симпатий. В год экологии – внимание природным материалам. Сделан он из дерева, крыша выложена камнями и травой. А вот этот красавец стал лучшим в номинации «Стандарт». Размер соответствует, доски внутри не обработаны, нет щелей, а значит в нем не будет лишнего света и ветра. В таком домике птицы точно поселятся. Работы финалистов будут представлены на выставке на площади Куйбышева 26 февраля, во время празднования Масленицы. Затем птичьи домики отдадут их создателям, чтобы те повесили скворечники в парках и скверах города. На этом помощь пернатам не ограничится. В преддверии Дня птиц, который пройдет 1 апреля, планируется провести конкурс кормушек. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре на улице Омская сгорел приют для животных вместе с питомцами. Он располагался в частном доме. Хозяйки приюта в это время там не было. Она уехала за кормом. Причина пожара сейчас выясняется. Не исключено, что это был поджог. Есть свидетели, которые утверждают, двое мужчин выбегали со двора в тот момент, когда там вспыхнул огонь. Погибли 36 кошек и 7 собак. В Самарской области опрокинулся КАМАЗ с концентрированной соляной кислотой. ЧП произошло в Камышлинском районе. Как сообщают Россельхознадзоре, произошло загрязнение земельного участка. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают подробности происшествия. Напомним, похожий случай был в Ставропольском районе области. Тогда водитель целенаправленно слил серную кислоту на землю. Ущерб окружающей среде оценили в 2,5 миллиона рублей. В Тольятти спасли 65-летнюю женщину. Она получила удар током от стиральной машины. ЧП произошло в первом часу дня в одной из квартир по бульвару космонавтов. Пострадавшей вызвали скорую. Врачи сначала оказали помощь на месте, а затем увезли женщину в больницу. Оделался легкими травмами и испугом. Жигулевский 7-летний мальчик стал жертвой ДТП. Ребенок катался на ледянке с горки, ведущей на проезжую часть. В это время там ехала Лада Гранта, под колеса которой мальчик и угодил. Ребенка отвезли в больницу, где выяснилось, что травмы незначительные. Ребенка отпустили домой. По факту аварии ведется проверка. В Овском районе ограничили движение маршрута номер 141. Теперь автобусы не будут заезжать на территорию микрорайона Южный город. Они будут двигаться до границы поселка и в обратном направлении. Это связано с тем, что ГИБДД не согласовала схему движения. Сейчас проблема решается. Отмена автобусного маршрута вынудит жителей второй очереди Южного города добираться до нужной остановки по краю проезжей части. Россия и Крым вместе навсегда. В Самаре стартовала акция, посвященная Дню воссоединения полуострова с Российской Федерацией. Важное событие произошло 18 марта 2014 года. Эту дату отметили в праздничном календаре современной России. В этом году свое послание и поздравление жителям республики самарские студенты решили сделать в форме танца. До середины марта по всей области будут проходить конкурсы вузовских танцевальных коллективов. А 18 марта в день воссоединения России и Крыма победители отборочного тура исполнят севастопольский вальс на площади Куйбышева. Приблизительный состав участников более 10 тысяч человек. Представители вузов и властей призывают студентов присоединиться к празднику. Мы со своей стороны готовы оказать всемирную техническую организационную поддержку. То есть представить площадь, организовать все необходимые меры безопасности, обеспечить комфортное пребывание большого количества самарцев и гостей города. Вот если мы на первом этапе не будем предельно активны и заинтересованы, то у нас второй этап может не случиться таким ярким, таким замечательным, какими были события, посвященные Крыму. Певец самарской природы, автор более 300 живописных работ, выставлявшиеся не только в России, но и в Канаде, Бельгии, Германии, США, Японии и многих других странах. Самарскому художнику Юрию Филиппову могло бы исполниться 90-о. В память о нем на факультете изобразительного искусства открыли выставку его работ и работы его учеников. Приверженец реалистического искусства всю жизнь он посвятил творчеству и педагогической деятельности. Его имя знает каждый молодой живописец. Весь год в Самарском государственном социально-педагогическом университете будут проходить выставки, на которых можно будет увидеть большинство произведений мастера. Он был любителем Волги, волжской природы, жигулей. Он очень много знал и эпосы, и легенды, и всевозможные мифологические истории о природе жигулей. Поэтому, прежде всего, он певец нашей Самарской земли. И его живопись, она всегда такая светозарная, светоносная, цветная, потому что он, кроме Пензенского художественного училища, заканчивал еще Киевский художественный институт. А это, в общем, тоже такая вот визитная карточка для мастера на всю жизнь. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Чтобы не было мучительно больно, отепель заставила коммунальщиков взяться за самарские крыши. Большая вода грядет, какие районы в Самарской области окажутся в зоне риска. Откровенный диалог о проблемах губернатор встретился с представителями Общероссийского народного фронта. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова